Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Футбольная селекция XXI века». Статья написана в субботу, 16 декабря 2023 года. Итак, начинаю. Начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ваши донаты – гарантия моего ответа на любой ваш вопрос. Для тех, кто нуждается в моих услугах, ссылка под каждым видео. Также буду признателен, если поддержите канал «Меру своих возможностей». А теперь по теме. О футбольной селекции на моем канале сказано много и неоднократно. Рывок современных спецов не интересует, хотя это основа физических данных футболиста. Почему не интересует? Да потому что дистанция в 30 метров – это микс рывка и скорости, так как первые 15-17 метров – это рывок или по-другому ускорение. А остальные – 13-15 метров – это чистая скорость. Так что же тестирует спецы на 30-метровой дистанции? Я уже смеюсь и пытаюсь не показывать свои реакции на свой же вопрос. Может быть, кто-то из практикующих тренеров ответит мне на этот вопрос. Так ответите или нет? Еще первичная селекция подразумевает прыжок с места. Вопрос. Футболистам приходится прыгать с места во время игры? Нет? Тогда что тестируют эти прыжки? Быстрые мышечные волокна? Но они тестируются на 30-ке. Зачем прыгать с места? Может быть, это тестирование прыжка в высоту, который востребован в футболе? Тогда почему не тестировать прыжок в высоту, а не в длину? Может быть, потому что тестирование вертикального прыжка сложнее технически, а прыжок в длину требует лишь рулетки? Уверен, что дела обстоят именно так. В общем, наш славный отряд селекционеров первичного отбора делают все, все точнее, чтобы ничего не делать. Если я ошибаюсь, поправьте, укажите на мои ошибки. Что же тестируется? Тестируется техника уровнем понимания игры тренером-селекционером. Как понимает игру такой тренер, того и будет отбирать. Здесь я придираться не буду. Здесь все нормально. А как же быть с остальным? Ведь многие продвинутые тренеры считают, что главное, что есть у футболиста, интеллект. Я не хочу в очередной раз подробно останавливаться на тех уровнях отбора, о которых я уже многократно говорил. Это отделение волков от зайцев, отделение лентяев от трудоголиков, отделение ребят, любящих футбол всей душой, от тех, кто любит себя неповторимого в футболе. Также огромное значение имеет уровень послушания и степень коммуникабельности футболиста. А на последнем месте, как я уже миллион раз говорил, это физические кондиции, которых поднять на необходимый уровень, как два пальца. Дальше вы знаете. Есть ли какие-то подвижки в плане сближения моих взглядов на селекцию с официальными? Они не просматриваются даже в цейсовскую оптику. Мне очень понравилось, как решается вопрос селекции в Испании. Когда я услышал о конкретных испанских вещах, то просто обомлел. В Испании никто никого не собирается выявлять, отделять, проявлять. Там решили вопрос просто. Они объявили массовость главными инструментами отбора. Никому не нужны суперталанты, которых нужно выявлять. Лучше поступить проще. Пусть суперталанты сами себя отбирают, а спецы высшей категории будут эти таланты сортировать и распределять по командам. Что я имею в виду? Допустим, что в четвертой лиге чемпионата Испании играет мальчишка, у которого просто сумасшедший талант в плане проявления своего интеллекта на поле. Но партнеры его серенькие. В общем, никакие. Проявить себя с такими партнерами ему сложно, а иногда и невозможно. Его никто не видит, и футбольная карьера этого парня закончится не начавшись. Другим повезло чуть больше. Его партнеры оказались покруче, и он со своей командой перешел в более высокую лигу. Там проявится у него уже больше шансов, как и быть замеченным. В общем, ситуация понятная. Перед каждым мальчишкой, таланты которого явно не просматривается, стена отсутствия обучения. Успешность их карьеры – дело случая. Ладно, не буду тянуть кота за хвост. Ответьте на вопрос, как вы думаете, сколько команд играет в 4-й лиге чемпионата Испании? 20 или 25? Может быть 30? Нет, их 270. Нет-нет, вы не ослышали. В 4-й лиге Испании 270 команд. Две сотни и еще семь десятков. В это трудно поверить, но это так. В 3-й лиге 90 команд. Во 2-й лиге 40 команд. Чувствуете тенденцию? А в Ла-лиге 20 команд. Вы понимаете, в чем прикол? Среди огромного количества команд одной лиги происходит мощный горизонтальный процесс по выявлению талантов, приглашения в свои команды и так далее. В результате такого массового, народного, я бы сказал, отбора, практически все яркие игроки не остаются в тени, что и требовалось доказать. По поводу массовости, я уже давно, лет 15 назад, писал о том, что такую работу можно довести до уровня, когда каждый контролер в автобусе будет жонглировать мечом, и каждая домохозяйка будет шлифовать точность передачи, стараясь попасть мечом между ножек табуретки. Но все это никогда и ни при каких обстоятельствах не выявит таланты более высокого уровня. То есть те таланты, которые пройдут через многослойный селекционный фильтр, а не через массовость. Структура футбола в Испании ярко показывает, что современный футбол не хочет мыслить рационально, если вообще хочет мыслить. Такое впечатление, что мышление это процесс чуждый для футбола. Спасибо современному испанскому футболу за то, что он оздоравливает многие тысячи мальчишек. Спасибо за то, что дает им шанс. Но золотые самородки, для выявления которых нужно перелопатить сотни тонн породы, так и остаются невостребованными, так как добытчики золота снимают лишь верхний слой породы. Для выявления таких ребят прыжков в длину, пробегания тридцатки и опытного глаза тренера недостаточно. Нужны тесты, нужны испытания, нужны собеседования. А для того, чтобы все организовать правильно, нужно привлекать психологов, педагогов и других специалистов. Только тогда на свет Божий появятся настоящие бриллианты, которые ослепят красотой своей игры миллионы болельщиков. И это все, ребята, обязательно будет. Если это знаю я, если это знают мои ученики, то эта информация уже не пропадет. Она зависла в информационном поле Земли, называемой иногда Вселенской библиотекой. И обязательно будет востребована тогда, когда придет время. Когда оно придет, это вам не скажет даже самый продвинутый пророк. Я, как и вы все, разумеется, тоже не знаю, когда наступит это вожделенное время. Но я точно знаю, что будет сопутствовать появлению озвученной селекции. Подобный отбор, ребята, о котором я постоянно говорю, появится ровно тогда, когда футбольный мир поймет, что футбол – это не зрелище под пивко, а величайшее искусство. Славные будут времена. Кто знает, возможно, когда они наступят, я вернусь на Землю уже в следующем воплощении. Но буду ли я интересоваться футболом в новом воплощении – неизвестно. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного.